Йоп, всем здорово! Сегодня мы готовим плов. Естественно, не настоящий узбекский плов, а обычный плов творчества нашей любви. Он, конечно, не такой традиционный, как вы бы хотели, наверное. Зато рецепт очень простой, а плов получается очень вкусный. Это самое главное, остальное не важно. Его даже обезьяна сможет научиться готовить. Это очень легко. Смотрите, какая красота. Даже макака. Залили масло, где-то около 500 миллиграмм, и ждем, пока масло прогреется. Проверяем масло, готово ли оно принимать к себе мясо. Смотрим. Слушайте, шкварчит. Все, значит, готово. Берем нашу свининку и... Я отвариваю. Свиньи нужно именно прожарить конкретно, чтобы, так сказать, сок свинячий остался внутри. Ну, или говяжий, или там... Уручий, или вообще там все. Баранин. Баранин, точно. Ненавижу баранин. Песково поджарилось, море, добавляем лук. Лук. Лук у нас тут слишком много, Добавляем где-то килограммчик. Все, я думаю, хватит. Теперь добавляем морковку. Все пропорции будут написаны вот здесь внизу, прямо сейчас, все время. Добавляем морковочку. И так же жарим примерно 5, 7, 10, 30 минут. В общем, морковка где-то обжаривается минут 7, может быть, даже больше. Сейчас надо выпить пиво. Сейчас добавим воду. Пропорции все опять же будут написаны прямо сейчас вот тут вот внизу. Да не у меня внизу. Да я прикалываюсь. Вот тут внизу, понимаете, о чем я? Уже написано, да. Что тут написано? Литр, полтора литра на килограмм риса. Непонятно, что ли, читать не умеете. В общем, сейчас зальем и приправим. Все время это надо было мешать, кстати. Да, забыл сказать, извините. Так как у нас будет 2 килограмма риса, ну точнее 1,8, мы берем 3 литра воды. Воду надо наливать аккуратно. Ну что, Игорь, вы мне поможете? Я помогу, но воду не будет. Сейчас, сколько тебе найдешь туда? Держите просто вот так вот полок. Шумку, половник, я не знаю, как я еду. Шумовка. Шумовка. Повыше, пожалуйста. И мы будем так вот. Спасибо большое. Вообще, воду желательно вскипятить, но мы слишком ленивые для этого. Ну и зачем оно надо? Сейчас надо подать огоньку, потому что казан мог чуть-чуть остудиться из-за холодной водички. Теперь мы будем доводить до кипения и скоро посолим. Сейчас все покажем. Пока дождемся кипения и кипячения. Алло, я тут вообще-то. Наша брюка вот только закипела. Значит так, мы кидаем 3 чесночины туда. Да, вот типа того. А можно эти хвосты бывают? Да зачем удобнее доставать? Так интересно. Добавляем паприку. Ну, паприки можно больше, конечно, но это все, что у нас есть. Чеснок вообще, это просто мы любим чеснок наше семейство, поэтому чесночок не повредит, мне кажется. И самое главное у нас зира. Мы, конечно, не нашли приправу в магазине плова, потому что сейчас коронавирус, такое время. Смотрите, когда видео выложено. Это вам сейчас легко найти там эти все базилики, шмейзелики и прочее. Хотя базилик не нужен. Добавляем чуть-чуть зиры. Сейчас, подожди, неудобно. Ну, примерно столько. Ладно, держи. Давай. Зиру надо растереть об ладошечке. О, как запахло. Самое главное, перед тем, как растерать зиру, руки должны быть в пыли степных дорог. Да. И осталось добавить сюда. Сюда. Две ложки столовых соли на один килограмм риса одну столовую ложку соли. Без верх. Надо пересолить чуть-чуть. Лучше без верх. Вот поменьше. Так, мне надо ее достать. Миша-то много. Много-много. Много-много. Все, добавили соли. Две ложки. Сейчас мы все перемешаем. Еще минут 10 пусть оно покипит. Ты с чесноком перемешиваешься? Ну и рецепт. Я подумала. Это пойдет. Пошло 15 минут нашего кипения. В прекрасных приправах. Ну, посмотрите на кипение. Это, господи, пожалуйста. Сейчас они увидят вот наше порванное пакет. Вот. И моя мамжель недовольна плохо порванным рисом. Посмотрите теперь на нее, пожалуйста. Плохо порванным пакетом. Порван. Все, теперь она будет знаменитым рисом. И теперь засыпаем рис. Аккуратненько. Школьник спрашивает школьника. Ты повар? Как там, Миша? Моя главная профессия. Повар. Рис надо аккуратно засыпать сверху. По всей площади. Эта дыточка очень даже хорошо способствует засыпанию. Хотя кажется, что не очень. Так, для последней рисинки все-таки коронавирус. Я не снимаю. У тебя снимаю только казан. Так что можешь не стараться. О, красиво как пошел рис. Не спеши, не спеши. Делай тронинский съем. Давай, замедленная съемка. Рис. Люблю казанку. Рис. Ты любишь рис? Я обожаю рис. Если меня спросят, рис или гречка, я скажу рис. Да, все готово. Вот, в следующий раз встретимся. Сейчас мы ничего не трогаем. Ждем, пока выпадется вода. Я покажу, до какого состояния. А крышку надо накрывать? Я покажу, до какого состояния. Миш, а крышку надо накрывать? Нет, пока не надо. Ждем. Просто ждем. Добавляем еще зиры. Сколько? Не так, конечно, много. Это я переборщу. Вода у нас уже почти выпарилась. Сейчас накрываем крышкой на полчасика и все. А он сгорит без воды, да, потом? Кто сгорит? Плов. Ну, она же выпарилась. Конечно, сгорит. Так, ребятки и девчатки. Прошло 20 минут. У нас поджарилось. Восемь. Я боюсь. Оп. Прошло 20 минут. И мне кажется, все приготовилось. Пловчик готов. А где мясо? Пловчик подкипает. Пловчик мы сейчас перемешаем. Он, смотрите, уже получился рассыпчатый. Какой аппетитный. Смотрите. Вот самое днище. И оно не подгорело. Я же. Вот оно. Миша, мы быстрее, быстрее. Да, да, да. Так, скажешь, когда там полик ращат снимать? Ребят, девчата, вот такой вот замечательный плов у нас получился. Это видео я больше создавал для себя, чтобы у меня всегда под другой был рецепт этого данного плова, хотел сказать. Ну все, всем спасибо. И надеюсь, приятного аппетита. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова